Груды мусора, бутылки, автографы от неизвестных на стенах. Хотя руины с намеком на историю, говорят местные, давно притягивают молодежь, бомжей и бездомных собак. Четвероногие, кстати, не раз нападали на людей. А когда-то это здание было особняком некоего Пермякова, правда, никаких сведений о нем не сохранилось. В 40-е военные годы сюда эвакуировали лакокрасочный завод. Просуществовал он вплоть до 90-х. И с тех пор почти 30 лет это здание находится в запущении, хотя и является памятником архитектуры. Но следы того, что когда-то здесь был завод, все же остались. Временами можно здорово вляпаться в неизвестную маслянистую жидкость, явно имевшую отношение к лакокрасочному производству. А эти бочки порядка 30 лет стоят здесь запаянными. Что внутри, неизвестно. Буквально в нескольких метрах от здания есть непонятный холм. Здесь вот вместо почвы гудрон. И я сейчас просто жертвую своими кроссовками, грубо говоря. И вот находится какая-то заглубленная емкость. То есть вот у меня в руках сейчас двухметровая палка, и она практически вообще не достает до дна. Сейчас специалисты ГУЧС взяли эту жидкость на пробу. Кстати, здесь есть некая как-то химическая жидкость. Что это за жидкость, тоже никому не понятно. В 2014-м рассказывает журналист Инга, во время наводнения все эти вещества выливались на оружие и захватили не только территорию самой заброшки, но и проникли к людям во дворы. То есть это была такая корка после высыхания, и она с таким резким запахом, и все, что сажали местные жители, все это сгорало. И не только в этот год, и в последующие. Также это вещество было на заборах, на домах, которые потом всякими веществами мы моющими пытались оттереть. А как выглядело? Ну, это маслянистая жидкость, такая специфическая, ну, похожая, наверное, на растворитель. Местные жители уже не первый год бьют тревогу, обращаются к властям, чтобы как-то устранить всю эту химию с территории бывшего завода. Но памятник архитектуры, а это муниципальная собственность, администрацию, кажется, не интересует. Потому что отклик от городской власти люди не получают. Но в этот раз, надеются жители, ответ все же будет. Мы сюда совершили выезд представителями управления ГОЧС, администрации БИСКО. Осмотрели территорию, обнаружили вот эти вот все емкости, бочки, остатки производства. Каждый был из них зафиксирован, составлен акт. И уже с этим актом сотрудники отправились в Роспотребнадзор. Сколько предстоит ждать ответ, непонятно. В свою очередь, в региональной Минприроды вообще дали понять жителям, что этот случай – не их компетенция. Изменится ли что-то? Наша съемочная группа продолжит следить за этой историей. Анара Шагирова, Андрей Печоркин. День с толком.